Очень веселый, хороший праздник. Музыка хорошая. Да музыка орует. Здесь очень много игр, много детей. Здесь музыка хорошая, очень хорошо. А тебе не понравилась музыка? Нет, бурдомка, поэтому я не могла сказать. А вообще нравится тебе здесь? Очень. Просто целая палитра эмоций, искрящиеся глаза и улыбка на лице. Ради этих минут счастья и веселья, клуб добрых людей. Я организовал праздник. К международному дню онкобольных детей. Аниматоры, игровая комната, конечно же вкусный стол. Все то, что так любят самые маленькие. Очень нравится, сильно нравится, приснил. Что всегда хочу такой праздник. Анзору несколько лет назад поставили диагноз онкология. С тех пор большую часть его жизни занимают больницы, анализы и обследования. Поддерживает Анзора в сложных ситуациях или просто, когда не хватает сил. Его родная бабушка. Мы уже 5 лет лечимся и нам очень сильно помогает КДЛ. Очень сильно. Мы год три раза уезжаем отсюда в Москву, ездим. Ну на 2-3 недели. Они очень нам помогают, поддерживают. И сейчас вот какой-то хороший праздник они устроили. Это не первый праздник. Часто такие праздники они делают. А дети вообще без ума от этого. Очень радуются. Онкология не всегда приговор, говорят врачи. Начатое вовремя лечение и обнаружение злокачественных процессов на ранних стадиях помогает преодолеть болезнь. Сложнее с психологическим состоянием маленьких пациентов, которые не всегда понимают, почему им приходится испытывать сильную боль. Редко общаться с ровесниками и проводить длительное время в больницах, рассказывают волонтеры клуба добрых людей. Мы можем и должны откликаться на призывы о помощи и помогать тем, кому Всевышний послал тяжелые испытания. Дети, которые здесь находятся с онкологическими заболеваниями, это очень уязвимая категория детей, которые из-за болезни лишены детской радости. Муса Далгеев занимается волонтерской деятельностью в клубе добрых людей уже более 4 лет. За это время он участвовал в различных акциях для больных детей. Самое главное, считает Муса, это уделять внимание таким малышам и, конечно же, стараться радовать их как можно чаще, устраивать праздники или просто проводить с ними как можно больше времени. Нельзя разграничивать тех или иных детей. Дети этого не понимают. И отношения к детям должны быть одинаковые. То есть по отношению, как бы сказать, к заботе, по вниманию. Единственное, один фактор, уже взрослый человек должен учитывать то, что все-таки, раз это ребенок с каким-то обстановлением, в данном случае это, например, заболевание раком или же другие заболевания, то сам человек должен уже адекватно относиться и понимать то, что, с кем он играет, с каким ребенком он занимается, и что да как ему может или, например, навредить психологически или же физически. Какой праздник без подарков? Волонтеры КДЛ также подготовили сюрприз для всех детей, которые пришли на праздник. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 разновидностей онкологических заболеваний. При этом ежегодно регистрируется 200 тысяч новых случаев только у детей. За последние 15 лет число больных в возрасте от года до 18 лет выросло на 20%. И эти цифры постепенно растут. Если ребенок, например, резко похудел, появились какие-то либо синяки, появилась усталость, очень так быстро утомляемость на теле. Если появились боли в конечностях, какие-то либо извращения вкуса, либо отвращения к пище. То есть вот такие симптомы. Либо появление на теле каких-либо опухолевидных образований. Вот все это обязательно. Родителям нужно обращать внимание. И в первую очередь обращаться к педиатру участковому. А он же направит при необходимости к онкологу. Наследственная предрасположенность, воздействие радиации, вредная пища или плохая экология. Причина большинства опухолей у больных до сих пор остается невыявленной. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить регулярный медосмотр и обследование малышей. Если вовремя поставить диагноз, то он не будет звучать для ребенка как приговор. Не менее важную роль в таких случаях играют и родители, которым нельзя сдаваться, если беда пришла в их дом. Амина Бокова, Магомед Доскеев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова